Мы продолжаем совместный проект с Росфондом. Сегодня история Макара из Краснодара. Ему всего полтора года. Даже научить ребенка улыбаться для матери стоило огромных усилий. У малыша тяжелый неврологический диагноз. Как помочь мальчику, расскажем далее. Когда я его увидела, он был весь в трубках, синий, бледный. Так произошла первая встреча со своим сыном Макаром. Мальчик родился с повреждением головы. Месяц провел в реанимации и после врачи вынесли вердикт. ДЦП пятой группы. Я взяла его на руки и мне пришли и сказали, вы можете написать отказ от ребенка. Но я не побоялась, я взяла его на руки. Ну и решилась взять его. Это мой ребенок и я без него никуда. Макару уже полтора года. Он любознательный и старательный мальчик. Каждый день у него расписан по часам. Курс реабилитации очень насыщенный. Сейчас мальчик учится переворачиваться и держать голову самостоятельно. Ай, сынок. Не ленись. Вот, вот, вот. А-а-а! И это только домашнее занятие. Но Макару нужны тренировки с медиками и процедуры со специалистами. Вот так. Оп! Благодаря трепетной заботе матери и работе специалистов уже есть первые позитивные результаты. Малыш теперь умеет переворачиваться самостоятельно, сидеть с поддержкой, держать игрушки в руках. И самое важное для любимой мамы – улыбаться. Врачи говорят, если голову научатся держать, то и дальнейшее, то есть все пойдет. Самое главное – это голова. Основное, что нам нужно – это войтотерапия, воботтерапия и функциональная терапия. Только один сеанс войтотерапии стоит более двух тысяч рублей. Макару такие процедуры нужны на постоянной основе. Малышу могут помочь пройти курс реабилитации в Московском институте медицинских технологий. У ребенка структурная эпилепсия, спастический тетропорез, задержка развития, ему требуется госпитализация. Нужно провести обследование, коррекцию противосудорожной терапии, курс реабилитации. Мы постараемся снизить тонус мышц, увеличить объем движений и общую двигательную активность. Восполнить отсутствующие моторные навыки, развить речевую сферу и улучшить психоэмоциональное состояние. Из-за того, что Анастасия не может оставить сына без присмотра ни на минуту, ей пришлось отказаться от работы и помогать мальчику. Живут лишь на социальные выплаты. Анастасия воспитывает Макара одна. Денег едва хватает на жизнь. Не то, что на лечение мальчика. Стоимость курса реабилитации более 200 тысяч рублей. Помочь малышу может каждый из нас. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 5542. В тексте сообщения написать слово «дети», а рядом – сумму. А также помочь семье Башковых можно в приложении. Для этого нужно отсканировать QR-код или внести пожертвования на сайте Русфонда. Я верю, что Макара будет в хорошее будущее. И благодаря вам мы справимся. Мы сможем поднять его на ножки. Андрей Малёван, Александр Крошный, Андрей Тайдаков. Вести.